Водитель Фольксваген и Ауди пострадал предположительно пассажир одной из иномарок. По предварительным данным 37-летний. Водитель Фольксваген при повороте налево не уступил дорогу двигающемуся навстречу Ауди за рулем, которого был 36-летний мужчина. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются. Внимание, розыск. Пропал человек. Трещилов Игорь Анатольевич, 53 года. У мужчины на шее открытая рана, операционная, перевязанная бинтом. Он нуждается в срочной медицинской помощи. 15 ноября он вышел из дома родственников поселка Храброво и должен был уехать к себе в поселок Заливино. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего 165-170 сантиметров. Он худощавывает с возложения с темными глазами. Был одет в светло-бежевую куртку с длинным рукавом. Вязанный серый свитер, темно-серые брюки с тонкими коричневыми полосками. Черный туфль и такого же цвета шапка. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить в полицию. Ну и в продолжении темы водителя песковоза, который ехал по окружной Калининграду без двух задних правых колес и повредил асфальт, ранее дважды привлекали к ответственности за пьяную езду. 48-летнего нарушителя также задерживали за управление авто с поддельными правами. Во время дачи показаний мужчина заявил, что колеса, возможно, взорвались, и он не заметил, как это произошло. Ну а видео песковоза, ехавшего без колес, опубликовали в соцсетях. И, по словам очевидцев, в диске грузовика царапали асфальт так, что летели искры. Автомобилиста привлекли к ответственности по нескольким статьям, но сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. У нас есть видео, давайте его посмотрим. Скажите, пожалуйста, что мы увидели в интернете? Что за видео это было? Что двигался по дороге без колес, без задних. Как такое произошло и где? Наверное, взорвались. Я даже не заметил, как они. А где это было? По дороге на ТЭЦ, в сторону Светлого. Вы даже не заметили, что двигаетесь без заднего? Да, даже не заметил. А далее что? В смысле далее? Куда вы поехали? Далее выгружаться на ТЭЦ. Доехали? Доехал, выгрузился. Там заметил только, что нет колеса. А номер где был? Номер с этой стороны. А фонарь? Фонарь был. Здесь что? Нет его. Ни один водитель не посигналил, не поморгал. Работодатель вам вчера что сказал сделал? Что это? Ну, после произошедшего. Ничего, сказал, что пока отдыхать. Ну, как бы уволен, да. Ну, а сейчас мы расскажем друзьям о, какие изменения, собственно, приготовил нам валютный рынок. Да, курсы валют далее. Курсы валют на выходные. Доллар США 76 рублей 1 копейка. Евро 90 рублей 26 копеек. Польский злотый 20 рублей 19 копеек. Ну, и не можем не напомнить про наш опрос, который мы проводим сегодня со Светланой. Да, с самого начала, друзья, мы просили вас проголосовать и высказать свою позицию по вопросу, выживет ли бизнес. Как всегда, у нас есть три варианта ответа. Нет, да или не в России. Сейчас на экранах, вы видите, уже идет голосование. Вы можете по номерам, указанных на экранах телевизоров, проголосовать за тот вариант ответа, который вы считаете правильным. Ну, а также вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 610037 и также высказать свою позицию. Ну, а далее в нашей программе, буквально через несколько минут, появится первый гость Мария Ларкина, координатор волонтерских проектов. Не пропустите. Папа любит футбол, мама сериалы, сестра реалити-шоу, а я мультики. Экрана хватит всем. Интерактивное телевидение от ООО «Экран» – это возможность смотреть любимые программы на нескольких устройствах одновременно. Подключите гаджеты к интернету, скачайте приложение «Экран ТВ» в Google Play или App Store, авторизуйтесь с помощью логина и пароля и смотрите с удовольствием. Подробности по телефону 61-44-44. Кухня по индивидуальному проекту. Алькор. И ваша мечта станет реальностью. С удобными шкафами и вместительными полками. Доверьте кухню Алькор. Телефон 509-511. Почему мы разрешаем ребенку ТикТок? Дело в том, что наш ребенок вообще в принципе начал более креативно мыслить. Он научился снимать на мобильные телефоны, он научился мобильному монтажу и даже смонтировал небольшой мини-фильм из нашего путешествия совместного. Это было круто. И он еще с удовольствием начал стихотворение рассказывать в школе, там со сверстниками общаться. Раньше было все по-другому. Он стал более раскрепощенным и какое-то стеснение, наверное, преодолел. Но надо сказать, что пару месяцев назад у нас были определенные проблемы со зависанием в ТикТоке. Мы даже забирали гаджеты. В общем, да, это была достаточно проблемная ситуация. Ну, а сейчас все по-другому. Мы обратились именно в то место, где нам смогли прям грамотно объяснить, что такое вообще соцсети. И нас научили пользоваться. Что такое кибербуллин? Безопасность. Безопасность в сети. И да, теперь мы это знаем, наш ребенок тоже. Ну, началось все с того, что я увидела рекламу на первом городском школе ТикТока. Мы записались на пробное занятие. Сразу видно, что там профессионалы работают. Да, ребенок рад, и мы тоже. Запишись на пробный урок 92-10-32. В эфире «Город лайф» и мы продолжаем. В студии первого городского канала появился первый гость сегодняшнего нашего эфира. Это Мария Ларкина, координатор волонтерских проектов. Добрый вечер. Мария, ну, начнем с вопроса расхожего, который наверняка вам часто задают. Вы координатор волонтерских проектов. Хочется поговорить о том, как проект курируется сейчас в данный момент. Я, во-первых, координатор волонтерских проектов благотворительного центра «Верю в чудо». А вот так? Да, на самом деле, проектов очень много. Сейчас многие на паузе из-за пандемии. К сожалению, но мы ждем, что они вернутся. В данный момент я курирую поддержку детей в детских домах, разные волонтерские социокультурные проекты. Курирую некоторые проекты социальной реабилитации для детей с тяжелыми заболеваниями, либо их пережившими. И курирую вообще направление развития волонтерства. То есть координирую волонтерские команды, которые помогают, собственно, детям в нашем центре. Ну, а как вы сами пришли к волонтерству? Быть может, какое-то событие сподвигло или просто желание помогать и быть нужным? На самом деле, просто в школьное время я была очень активной, вот, и такой очень сердобольный. Мне хотелось всем помогать. И с тех пор однажды, мне кажется, я просто наблюдала какие-то телевизионные программы и видела много добрых дел. И мне тоже хотелось быть к ним причастной. И, собственно, как только я оказалась в университете, сразу я начала свой путь, наверное, даже не с учебы, а с волонтерства. И с того момента я уже, и как я верю в чудо, я уже больше пяти лет. Вот, поэтому с тех пор я в этом направлении. То есть вы сами нашли волонтерство, а не волонтерство нашло вас? Да, скорее всего, так. У меня каких-то супер событий не было, с которыми связан приход волонтерства. Как-то все само собой случилось. Ну, а как обычно приходить в гости к таким деткам, поздравлять и, ну, как-то общаться с ними, когда вы знаете, вот, насколько тяжело их заболевание, как это, каково? На самом деле вопрос очень простой. Дети, несмотря на то, что они... Можно я вас перебью? Либо это, наоборот, вызывает какую-то радость общения? Я просто имела опыт с такими детками, мы очень часто приходили и к веревчудовцам. Ну, я знаю, свое чувство – это радость. Ну, у меня так вот. Да, бывает по-разному. Конечно, эмоции ты испытываешь разные. Не всегда социальное волонтерство с детьми, с тяжелыми заболеваниями, оно простое. Я бы сказала, даже совсем не простое. Но та обратная связь, тот эффект, который ты видишь, те глаза детей искренние, радостные, которые могут быть очень слабыми, но при этом, когда они видят волонтеров, которые к нему приходят, какие они счастливые, как они, ну, как-то наполняются силами в этот момент. Это дорого вне стоит. Да, и вот у нас есть проект «День рождения дома», в рамках которых мы наших адресных детей, либо детей в больницах поздравляем, наши волонтеры поздравляют с днем рождения. И вот у нас есть команда волонтеров-кондитеров, команда волонтеров-поздравляющих. Мы каждый месяц выкладываем список именинников. И у нас волонтеры, в общем, бронируют себе детей и приходят к ним прямо домой с тортиками, с подарками. И для семей очень важно, что они, например, могут очень долго, да, ребенок может очень долго находиться дома. И для семьи очень важно, что какой-то человек, даже они могут не знать волонтера, да, уже, и какой-то человек к ним пришел и решил дать свое время его ребенку, подарить ему, да, немножечко радости, немножечко счастья. И, собственно, вот уже 13 лет проект реализуется очень успешно. И от волонтеров всегда только очень добрая обратная связь. Для них это, конечно, очень важно. То есть это такое ощущение, что ты не один в этом мире, да, ты не один наедине со своей проблемой. Есть люди, которые ее разделяют, переживают и просто хотят быть рядом. Да, и причем для них всегда очень важно, что мы держим с ними связь, даже когда они уже уходят из больницы, да, и уже переходят там на реабилитацию домой, в домашнее пространство, то для них связь вот эта с волонтерами, что после больницы они о них не забывают, что они к ним приезжают, для них это, конечно, очень важно, ценно. И самые положительные эмоции это все приносит. Ну вот у вас, кстати, есть свои ребята или, ну не знаю, как друзья? Может быть, вы можете сказать, вот Маш, ну точно моя, вот она в моем сердце. Конечно, у нас есть такие детки. Так как я сама тоже являюсь волонтером, конечно, мы любим всех детей, у нас очень много за эти годы, собственно, тех детей, которые уже для нас сами, как будто бы наши дети или наши там братья-сестры. И на самом деле все. Все. И мы всех знаем по именам, всех любим, они нас тоже все знают. Вот. Ну вот совсем скоро день волонтерства, день добровольца, простите. И каково это быть волонтером, добровольцем? Ну мне кажется, что, во-первых, у каждого человека есть внутри эта базовая потребность. Я в этом абсолютно уверена. Базовая потребность помогать ближнему. Ближнему. Да. И мне кажется, по своему опыту, что быть волонтером это очень ценно. Это очень ценно знать и чувствовать, что ты проживаешь свою жизнь не зря, что ты можешь поделиться тем, что у тебя есть не только самим собой, не только со своим близким окружением, но и с теми, кто в этом нуждается. Неважно, знаешь ли ты их, близки ли не тебе люди. Потому что то обратную связь, которую ты получаешь, как я уже говорила, это дорогого стоит и ни с чем не сравнить, когда ты чувствуешь, что каждый твой день, если в твоем каждом дне есть хотя бы какое-то доброе дело, капелька добра, ты абсолютно точно чувствуешь, что каждый твой день ты просыпаешься не зря. Вот я прям каждое утро просыпаюсь и понимаю, что точно и сегодняшний день тоже будет не зря. И это здорово. Мне кажется, что это у каждого нашего волонтера или волонтера любой другой организации это чувство присутствует. Ну а что хотят чаще всего дети получить в подарок? Что обычно загадывают, чего просят, что нужно? У нас сейчас как раз уже стартанула наша благотворительная акция «Чудо-елка», в рамках которой дети пишут письма нашему «Верю в чудовском Деду Морозу». И неравнодушные люди Калининградской области исполняют их желания. И, конечно, дети мечтают об обычных вещах. Они мечтают о классных книгах, о крутых новомодных игрушках. Мечтают, кстати, о разных кондитерских мастер-классах или мастер-классах по пицце. Есть у нас интересное желание. Мальчик, например, хочет побывать, почувствовать себя в роли полицейского. То есть прям проработать целый день в полиции. Были дети, которые хотят полетать на самолете, полетать в аэротрубе. Желания, на самом деле, самые разные. Это не только гаджеты или игрушки, но и какие-то такие более интересные. Ну а что, было ли какое-то самое необычное пожелание? Вот можете что-нибудь вспомнить, которое вас удивило, быть может? Да, конечно. Например, вы вот, да, как с примером на самолете. У нас мальчик мечтал полетать на самолете. Он был в очень тяжелом состоянии, с тяжелым заболеванием. К сожалению, ему врачи, конечно, не разрешали летать. То есть он физически не был? Да, он физически лежал в отделении кинематологии. И мы, конечно, понимали волонтерами, что эти эмоции будут ему в помощь, в пользу. И мы очень долго стремились к тому, чтобы у нас получилось. И в итоге врачи разрешили. И у нас была целая рекламная кампания по всей Калининградской области. Нашелся самолет, где было три места для врача, для ребенка, собственно, и для пилота. И мальчик прямо с капельницей, прямо с врачом. Здорово. Вот мама была там с ними. Он полетал, и для него это было настоящее счастье. Он очень долго потом об этом рассказывал. У нас даже есть где-то такой добрый ролик про это. И мы видели, что это настоящее чудо. А еще у нас был мальчик, который мечтал о Супермене. Он не ел несколько дней, он мечтал увидеть Супермена. Это тоже такое было предновогоднее желание. И мы очень быстро за один день нашли аниматора. Просто мужчина, который даже не аниматор, он просто согласился прийти помочь. Он нашел быстро этот костюм. В общем, пришел в отделение, прямо в больницу. С еще такой большой игрушкой этого Супермена. Он пришел к нему, подарил, пообщался с ним. И мальчик даже поел спустя несколько дней. И это было такое большое чудо. И мне кажется, что волонтеры в том числе чувствуют, что они не только верят в чудеса, но и причастны к созданию этих маленьких чудес. И на самом деле они изучаются с нами каждый день. И это удивительно. Согласна с вами. Вот я прямо сейчас чувствую, что каждый из вас настоящий волшебник, который исполняет детские мечты, помогает им в принципе делать каждый день сложные шаги, которые даются тяжело. Но вот вера и ваша вера в них вселяет в них надежду. Но чего бы вы лично пожелали вот сейчас нашим телезрителям? Наверное, все просто. Я желаю, чтобы несмотря на нынешние трудные времена, на то, что сейчас многие проекты на паузе, не так много добрых дел мы можем совершить, как кажется, сначала. А на самом деле я желаю, чтобы это вам не мешало совершать эти добрые дела, и чтобы вы действительно не просто верили в чудо, а это очень важно, чтобы вы верили в чудо, несмотря ни на что, но и чтобы вы могли их создавать, могли помогать этому миру меняться и быть лучше. Спасибо огромное за эти волшебные буквальные минуты, волшебного общения нашего в студии. Я напоминаю вам, друзья, что у нас сегодня в гостях Мария Ларкина, координатор волонтерских проектов. Но оставайтесь, Мария, с нами, потому что далее мы расскажем о других актуальных новостях нашего города короткой строкой. В Калининграде за два года планируют построить и отремонтировать больше 10 улиц. В будущем году планируют построить улицу Лучинского в районе Артиллерийской. Челноковы соединят в Согласе через Горчакова. От спорткомплекса Янтарный дорога появится в сторону улицы Сусанина. Ее обустроят в 2022 году. Реконструкция ждет Советский проспект. От Борзова до Чкаловска. Будет расширять. Еще один масштабный объект ближайших двух лет – магистраль Центрального района – Карташова и Катина. В России в 2022 году выплаты по больничным листам, а также в связи с беременностью и родами, будут оформляться автоматически. Правительство вводит новый порядок выплатки пособий по материнству. Они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Более того, писать заявление больше не придется. Пособия по временной нетрудоспособности беременности и родам будут оформлять автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. В некоторых регионах такая система уже работает в пилотном режиме. Премьер-министр отметил, что нововведение позволит снизить объем бумажной работы и ускорит получение денег гражданами. В Польше приняли новые поправки. Закон об иностранцах, согласно которым меняются требования к страховым полюсам приезжающих. Теперь в стране будут признавать только страховки, выданные компаниями, у которых есть круглосуточная горячая линия, есть свое представительство на территории Польши, стран ЕС или свободной экономической зоны. Нет своего представительства, однако они выполняют следующие условия. Подтверждают фактическую платежеспособность компании и публикуют данные о сумме и размере собранных взносов не реже одного раза в полгода. Список страховых, полюсу которых будет признаваться в Польше, предположительно публикуют после 23 ноября на сайте МИДа страны. В Гуревске в парке Пятичувств построили мост для велосипедистов и открыли смотровую площадку. Это одна из частей маршрута 15 километров через Гагарина-Шатурскую до парка в Гуревске. Общая площадь благоустройства городского парка составила более 7,5 гектаров земли. Напомним, бывший школьный лес превратился в парк Пятичувств в Гуревске. 13 января и обошелся в 136 миллионов рублей. В парке есть все для комфортного отдыха. Перестаньте ругать детей за гаджеты. Сделайте их полезными. Первый городской научит вашего ребенка профессии будущего. Телеканал запустил первую детскую школу телеблогеров. Как правильно снимать видео для блога? Кто такой телеведущий? Можно ли монтировать ролики на телефоне? На все эти вопросы преподаватели детской школы телеблогеров готовы ответить, а еще провести съемки в настоящей ТВ-студии и пригласить на прямой эфир. Не верите? Проверьте. Приходите на бесплатный пробный урок. Запись по телефону 92 10 32. Первый рулон обоев фабрика Prima Italiana выпустила в ноябре 2013-го. Сегодня компания отправляет свою продукцию в Россию, СНГ, Италию, Китай, Турцию и Иран. Уникальные дизайны, сложные структуры и богатые колористики для Калининградского завода разрабатывают в Италии. Компания является резидентом особой экономической зоны и занимает площадь в 4 гектара. Мы работаем с дистрибьютором, который собирает пожелания рынка и эти пожелания доносит до нас, до нашего дизайнера. После чего идет очень кропотливая работа над созданием коллекции. Высокие производственные технологии позволяют печатать виниловые обои на флизелиновой основе методом глубокой печати и горячего тиснения в регистр. Материалы и сырье компания получает из Голландии, Англии и Италии. Вместе с самыми современными технологиями на фабрике применяют и ручную работу. Орнамент на таком вале чеканится итальянскими мастерами вручную. На эскиз и проработку мельчайших деталей уходит несколько месяцев. Не секрет, что итальянцы являются законодателями моды и всегда исторически так и было. Поэтому мы работаем в стиле классическом. С именитыми модельерами сотрудничает наша материнская компания, которая находится в Италии и в России. Это прямой контракт с Валентином Гедашкиным. Компания заботится не только о качестве выпускаемой продукции, но и об окружающей среде. На предприятии установлена камера дожига, которая очищает выхлопы до состояния чистого воздуха. Купить обои фабрики «Прима Итальяна» можно, позвонив по телефону 311-501. Сломалась стиральная машина? Не морозит холодильник? Перестал показывать телевизор? Техдоктор спешит на помощь. Приемлемые цены, честная диагностика, ремонт в мастерской и на дому. Адреса мастерских в Калининграде. Улица Колхозная, 26, улица Сергеева, 59А. Все подробности по телефону 5252-88. «Птичий двор» предлагает экологически чистое домашнее мясо, курб роллеров, уток и гусей, выращенных в деревне Полесского района. Птицы выращиваются на натуральных злаковых кормах, без ГМО. Ждем вас на городской ярмарке по выходным дням на Портовой 20, ежедневно фермерский двор в торговом центре «Акорос» и город Гуревск, Паражский бульвар 1А. Приглашаем к сотрудничеству рестораны, кафе и закусочные «Птичий двор». Звоните 33-52-70. Скидки до 80%? Да, распродажа в 585 золотой. Украшения со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. В эфире «Город Лайв». Друзья, мы продолжаем знакомиться с интересными жителями Калининграда и области. В гостях у нас Дарья Мамонова, ветеринарный врач, государственные клиники, которые, безусловно, развенчают все стереотипы, которые существуют у наших телезрителей. Ну и, естественно, хочется начать с вопроса, с истории вашей клиники. Как все начиналось? Да, у нас в городе существует бюджетная организация, государственная станция по борьбе с болезнями животных. Так, под этой станцией существуют две клиники. Одна из которых находится на улице Катин, 12, другая на Суворово, 117. И помимо того, что мы оказываем услуги по лечению, профилактике болезней животных, ну еще, кроме того, мы можем оказать помощь в перевозе животных за пределы области. Потому что у нас область такая особенная, мы с разных сторон ограничены другими государствами. И это такой частый запрос, к которому обращаются жители нашего города. То есть это те самые документы, которые помогают калининградцам, в принципе, свободно перемещаться вместе со своим любимым животным? Да, вывезти животное как наземным транспортом за пределы области, так и воздушным. Ну, я так понимаю, что за клиникой вообще стоит коллектив этого учреждения. Вот расскажите поподробнее, насколько ли слажен у вас коллектив, и кто, собственно, входит в коллектив клиники? Быть может, это молодые специалисты или уже опытные? У нас очень интересный состав клиники. У нас есть и врачи опытные. Самый опытный из них – это человек, который проработал около 30 лет уже с нами. И надо сказать, что когда-то, будучи ребенком, я приводила свои животные в эту клинику. И моя коллега Валентина Владимировна оказывала помощь моим животным, а я была в роли как раз владельца этого животного. И, ну, самый молодой член коллектива – это я, несмотря на то, что я уже в этом году, в следующем году уже будет как 11 лет, как я работаю в лечебнице. Мы очень дружные, мы очень радушные, мы рады каждому, кто обращается к нам. Все, в принципе, ответственно подходим к лечению, к тем запросам, с которыми приходят владельцы. Очень любим животных и понимаем боль и, может быть, радость других людей, которые приходят с своими питомцами. Но вот с какими проблемами чаще всего приходят? В чем приходится оказывать помощь? Сейчас есть такая тенденция в обществе животных, принято перекармливать. Почему принято? Потому что почему-то люди стали показывать свою любовь через пищу. То есть я тебя люблю, проще дать кусочек колбаски, сырка со стола или еще что-то вкусненькое, и таким образом проявить свою любовь к животному. Я бы хотела развенчать этот миф. Если вы хотите показать, что вы любите животное и действительно не оказывая ему медвежью услугу, достаточно просто оказать ему внимание. Там идет замена. Мне дали кусочек, меня любят. Иногда достаточно вместо кусочка погладить по голове, сказать, какая-то у меня там красивая мурка, или какой-то у меня замечательный бобик, и погулять вместе, провести время. То есть происходит подмена понятий, как правило. А вместо того, чтобы покормить, нужно просто уделить внимание животному. Да, при этом животное, это ваше внимание, оно никак не пострадает. Буквально практически каждое животное на приеме, оно страдает ожирением. И вот это не прекратится до тех пор, пока человек не перестанет угощать со стола. Опять же, есть такое заблуждение о том, что готовые корма коммерческие, они как-то могут навредить животному, а не химические еще какие-то. Это тоже расхожее мнение. Ни один производитель, поверьте, он не хочет, чтобы животные, которые едят его продукт, умирали там раньше или болели, потому что это же тоже определенное... Но я так понимаю, что над созданием кормов тоже трудится целая команда, которая взвешивает все за и против, все создают. Критологи, это целая инфраструктура, это система, в которой не должно быть такого. Все стремятся к тому, чтобы ваше животное было в безопасности, жило долго. И мы не можем зачастую, сварив какую-то еду, подобрать рацион, чтобы он был действительно полноценным. Ну а что касается сезонных проблем, есть ли какие-то проблемы сезонные у животных, такие же, как у нас, у людей, да? Там, например, сейчас ОРВИ распространено и другие какие-то сезонные проблемы. Есть ли что-то вот у животных подобное? Да, есть сезонность в распространении ОРВИ, но я бы хотела обратить внимание больше на то, что наш регион, он такой подверженный пироплазмозу. Это обычно ранняя весна, и это необычно с выходом солнышка. Клещи просыпаются в марте, но животное, ну, владельец к этому не готов, и животное обрабатывать значительно позже, когда уже поздно, когда уже клещ укусил животное. Осенью это чаще блошиные проблемы, потому что с приходом холодов блохи стремятся в дома, в квартиры к людям для того, чтобы там согреться и попитаться на наших животных. И есть такое заблуждение, что моя кошка не выходит на улицу, она не гуляет, у нее не может быть блох. И когда уже животное приносит на прием и показываешь там блох, проблемы, которые они вызвали, потому что укус блох, он сам по себе вызывает аллергию, тогда уже человек, как это, мы живем на 16 этаже, какие блохи. Да, и просто, когда приходит конец августа, обработайте свое животное от блох, и эти проблемы не затронут. То есть мы недооцениваем паразитов, да, и вот все эти проблемы. Мы вообще недооцениваем. Они хотят жить, все хотят жить, все хотят есть, все хотят быть в безопасности. И они тоже, поэтому они придут к вам на 16 этаже. Ну вот заговорили мы про сезонность. Испытывают ли животные депрессию, вот так, как испытываем ее мы, потому что отсутствие солнца сказывается в человеческом организме пагубно, да, начинается хандра, какое-то упадническое настроение. Есть ли что-то вот с животными происходит, аналогичные процессы? Считается, что у животного нет эго. То есть оно не позиционирует себя как отдельное существо. И обычно хозяин для него это и царь, и бог, и свет в окне. И они очень здорово подстраиваются под состояние хозяина. Если хозяин приходит с работы, он воодушевлен, он счастлив. Собака тоже счастлива, потому что он для нее, этот хозяин, это и есть я. У нее нет понятия я, у нее есть понятие мы. Я и мой человек. Вот, поэтому, конечно, когда человек приходит с проблемами домой, в неврозе, когда дома напряженные отношения, животное начинает болеть. Я погружаюсь сейчас в вопрос... То есть это психосоматика, что ли? Психосоматика, да. Потому что когда мне плохо, тело начинает реагировать. И у собаки, и у кошки точно так же. Дикие звери не болеют теми болезнями, которые болеют наши животные домашние. Потому что нет человека рядом. Да, они болеют социальными болезнями. Например, цистит, частая проблема домашних кошек. С точки зрения психосоматики, это территориальный конфликт. И здесь два вопроса. Или животное находится в заложниках у ситуации, в которой живет человек, да? Он с кем-то делит территорию дома или на работе. Ему некомфортно. И животное пытается ему помочь. Начинается у животного вот этот территориальный конфликт в виде цистита. Да, это проявление частой мочи и спускания в неположенном месте. Неприятно. И здесь надо разбираться, то ли это животное, то ли это человек. И животное считывает и пытается помочь ему. Хозяин, давай я тебе тут... Все будет хорошо, я помечу твою территорию. И таких вопросов очень много. Сейчас я стала на приеме уже замечать, что есть определенная связь и хочется туда углубиться. Но во всяком случае, если говорить о том, чтобы ваше животное, ваш ребенок оставался здоровым, нужно прежде всего, конечно, думать о себе. Как мне? Как я себя чувствую? Что мне нужно сделать, чтобы изменить свое состояние в сторону счастья, в сторону радости, расслабления, безопасности? И тогда животное будет счастливо. Однозначно. Ну вот у вас сейчас есть возможность, кстати, обратиться к нашим телезрителям и донести те самые главные фразы, о которых мы сейчас много говорили. Быть может, просто пригласить для ознакомления, на экскурсию наших телезрителей к вам в клинику. Друзья, коллектив нашей клиники будет всегда очень рад вас видеть. Любые вопросы по профилактике болезней домашних животных, по какому-то лечению, возможно, мы вам всегда поможем, всегда окажем помощь. И хотелось бы сказать, ребят, друзья, будьте счастливы, потому что от вашего состояния зависит здоровье ваших близких, ваших деток и животных. Просто будьте счастливы. Ну и на этой позитивной ноте хочется еще раз напомнить, что в гостях у нас была Дарья Мамонова, ветеринарный врач Государственной клиники. Спасибо огромное, Дарья, за общение. Ну а мы, друзья, прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. О, привет, Маша. Я вот тоже договор оборвала. Так я тебе уже два года назад говорила об этом. Молодец, верный выбор сделал. Теперь деньги в правильном месте хранить. Сберегательный союз. Ставка 7,65% годовых. Звоните. 519351. Хочешь стать блогером? Или телеведущим? Или все же блогером? Или все же телеведущим? Мы научим вас вести свой блог в Инстаграме и развивать свой канал на Ютьюбе. А наши телеведущие расскажут вам, как не бояться камеры. В программе курса встречи с известными блогерами и телеведущими. Мастер-классы с преподавателями по речи, СММ-специалистами и продюсерами. И много практики на телевидении. Запишись по телефону 92-10-32. Школа телевлогеров на Первом городском телеканале. Как минимум термометрия и дезинфекция, они должны войти в обиход. Компания «Дальбалтикстрой» выступила инвестором для ООО «Кант» в производстве бесконтактных тепловизоров. ООО «Кант» содействует профилактике инфекционных заболеваний. По вопросам сотрудничества звоните 8 906 23 13 300. Вход в дом начинается с дверей. А безопасность и уют начинаются в Макси Дорс. Стальные двери для вашего дома в наличии под заказ. С учетом нестандартных габаритов и предпочтений. Официальный представитель «Гардиан». 150 тысяч вариантов отделки. Купи в рассрочку. Без первого взноса и переплат. Воспользуйся акцией. Скидка на любую модель от 5%. Звони. 52 41 41. Суши маме, наггетсы ребенку, пиццу папе. А можете и перепутать. Суши бар Тунец в Малом Исакова – это неповторимое меню на любой вкус для всей семьи. Суши, роллы, бок, 25 видов пиццы, картофель фри, наггетсы и все это в одном месте. Бодрящие молочные коктейли, соки, чай и вкуснейший кофе. Приходите. Улица Юрия Гагарина, 245. Торговый центр «Элида», второй этаж. Красота требует обрамления. Багет на мастерской рамки «Рамочки». Ваши любимые фотографии, вышивки, картины, монеты, медали и даже телевизоры и зеркала подчеркнутся изящными оправами. Хотите сами творить? Покупайте наборы для рукоделия и получайте скидку 7% на оформление эксклюзива в рамках. Телефон 8-911-474-00-59. Могут ли конфеты быть полезными? Да, если они от сладкого дома. Покупайте конфеты на основе фруктового сырья и орехов на сайте сладкийдом.ком со скидкой 10% и получайте вкусную посылку в течение 3 часов. Как вы расслабляетесь после трудового дня? А мы в Акуно-Матате. Подарочные сертификаты на активный отдых тела и души к любому празднику и для разных возрастов от 4 до 80 лет. Не теряй время, звони 90-31-91. Друзья, это Город Лайф и мы продолжаем. У нас сейчас в гостях Наталья Рамбеза, специалист по связям с общественностью, Музей изобразительных искусств. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Ну и первый вопрос к вам. Расскажите, что интересного сейчас происходит в вашем музее? У нас в музее очень много новостей. Все они одна интереснее другого, конечно. Буквально сегодня мы открыли две новых выставки, замечательных выставки. Мы открыли выставку калининградского художника Саргиза Гагаряна. 1 января 2021 года Саргиз отмечает свое 75-летие. Это такой наш подарок. Он коренной житель, да, Калининграда? Он не коренной житель Калининграда, но он уже достаточно давно живет в Калининграде. И он, в принципе, считается старейшим художником сейчас на неживущем городе Калининграда. Дай бог ему жить еще долго-долго, безусловно. Открылась его потрясающая выставка, которая называется «Море дюны, сосны, Балтийское море». Это выставка замечательных акварелей и других картин. Его живопись, это какая-то особая поэтичность, особая лучезарность. Она очень прекрасна, и хочу сказать от себя, что она наиболее прекрасна вот в это темное время, в годы, в котором мы живем, очень такое дождливое, осеннее, зимнее, весеннее, скажем так. Да, вот такое как раз вот это вот межсезонье, в котором мы сейчас находимся. А картины, которые можно увидеть на нашей выставке, они просто озаряют светом, они дают такую прям радость и напоминают о лете, и, понимаете, настроение, глядя на них, в буквальном смысле слова. Это первая, извините, новость. Так, конечно, без проблем. Да, и вторая выставка, которую мы сегодня открыли, она открылась у нас в колонном зале. Это выставка, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что известного каждому калининградцу, кенигсберцу, фотохудожника Дмитрия Вашемирского, мы открыли большую его выставку под названием «Избранная». И это потрясающие работы, это осмысление фото города, в котором мы живем, в котором мы все выросли. А что можно увидеть на выставке, какие фотографии? Ну, это, наверное, судя по названию, выставка «Избранная», наверное, лучшие такие традиционные фотографии Дмитрия. Это наследие Кенигсберга, это останки старого города, это такие полотна, которые, как сам Дмитрий говорит, вот как осмысление, осмысление истории, осмысление места, где мы живем. Я вот знаю, что у Вашего музея есть синий зал, я думаю, что многим телезрителям будет интересно узнать, что такое синий зал и чем он так примечателен. Как раз сегодня мы открыли синий зал, это вот премьерная выставка Саргиза Гагаряна в синем зале. Этот синий зал мы планируем отдать калининградским художникам, мы планируем, что именно наши калининградские художники будут выставляться в этом зале. Сейчас это транслируется выставка Дмитрия Вашемирского. На экране. Да, и на втором этаже мы сделали специальный зал именно для калининградских художников. Надеемся, что будет много выставок интересных наших земляков. Ну, это все выставки или есть еще какие-то сюрпризы для калининградцев? У нас, как всегда, работают наши постоянные выставки. Это выставка «Город Гоффмана» и выставка «Калининград-Кюнингсберг-Мост над временем». Это наши постоянные выставки. А из новых это вот две выставки, которые мы сегодня открыли. Выставка Дмитрия Вашемирского будет работать месяц, до 20 декабря. И желаю всем калининградцам успеть на эту выставку. А выставка Саргиза Гагаряна будет открыта до 17 января. Ну, я думаю, что все калининградцы заинтересовались этими выставками и обязательно их посетят в ближайшее время. Ну, и что хотелось бы еще спросить. Ну, мельком, может быть, вы планируете что-нибудь на 2021 год? А может быть, и не планируете. Ну, понятное дело, что сейчас время такое шаткое и непонятно, что будет завтра. Но в любом случае, может быть, есть какие-то планы? Откройте занавесу-то. У нас очень много планов. Мы планируем дальше развиваться, мы планируем дальше становиться ближе к нашему зрителю. Мы планируем новые выставки. И несмотря на то, что, как вы говорите, сейчас такое время, мы все равно планируем быть ближе к нашим посетителям. Потому что мы считаем, что искусство делает нашу жизнь красивее. И для того, чтобы наши посетители стали к нам еще ближе, мы запустили программу, которая называется «Друг музея». Отлично. Эта программа для наших постоянных посетителей, она дает возможность накапливать определенные баллы. То есть наши гости, когда приходят и покупают билеты на наши выставки, получают бонусные баллы, получают вот такую визиточку замечательную. На ней мы отмечаем посещение наших музеев, потом баллы можно накопить и использовать их в дальнейшем на услуги нашего музея, или на выставки, или на экскурсии. И это такая наша рука дружбы, которую мы протягиваем в это сложное время, неознодначное, о котором мы сейчас, вы как раз недавно говорили. Поэтому мы надеемся, что мы будем встречаться чаще. У нас много планов. Ну и завершая нашу беседу, хочется, конечно, чтобы вы что-нибудь пожелали нашим телезрителям. Камера для вас, пожалуйста. Прежде всего, я желаю нашим телезрителям и вашим телезрителям, конечно, не отчаиваться. Светлые времена все равно настанут. Как я сегодня уже рассказывала про светлую выставку, которая у нас открылась, это точное доказательство того, что ноябрь пройдет, зима пройдет, настанет весна, будет солнце, и мы справимся с нашими невзгодами, которые сейчас, к сожалению, есть. Что только русский народ не делал во время пандемии всяких разных, конечно же, выживи. В любом случае, друзья, ну а напомню о том, что у нас в гостях был Антали Рамбеза, специалист по связям с общественностью Музея изобразительных искусств. Посещайте выставки, конечно же, приобретайте новые знания, новые познания и в любом случае наслаждайтесь картинами, фото-выставками. Искусством. Искусством, в общем. Да. Совершенно верно. Спасибо. Ну а мы продолжаем далее, друзья. Сивуч Ким стал старейшим северным морским львом в зоопарках мира. Обитателю Калининградского зоопарка уже 30 лет. Ранее возраст старейшего животного этого вида в неволе не превышал от 28 до 29 лет. Здоровье пожилого Сивуча имеет ряд серьезных проблем. Он получает лекарственную терапию. Предлагаю прямо сейчас ознакомиться со следующим материалом. Кима любит, он любимчик и публики, и у киперов к нему особое отношение. А для животного это очень важно. Всем важно, чтобы его любили. Кима любят все. Ким родился на воле в 1990 году. В 1996 попал в Калининград из цирка. Он запомнил много трюков из представлений, чем покорил зоопарковскую публику. Сивуч прожил в Калининграде почти 25 лет. Сейчас у него хронический фаренгит, потому что когда-то посетители кормили животное замороженной рыбой. Есть проблемы с суставами. Ким получает лекарственную терапию, чтобы облегчить симптомы. Мы, конечно, очень хотим, чтобы он прожил как можно дольше, но при этом однозначно я, как биолог и как человек, который отвечает за любое принятое решение, я понимаю, что допустить страдания животного мы не должны. Зоопарк принял решение. Сивучу будут оказывать лекарственную помощь, чтобы по возможности избавить от боли и симптомов. На оставшееся время старому северному морскому льву постараются улучшить качество жизни. Ограничивать число посетителей близ вольера не планируют. Друзья, ну и вот Светлана появилась снова в студии первого городского телеканала в программе «Город Лайф». Прямо сейчас мы продолжаем нашу программу, уже практически завершая ее, но новости все-таки мы хотим вам донести. Джордж Клуни рассказал журналу GQ, который ранее назвал его «Иконой года», как однажды подарил близким друзьям по миллиону долларов наличные. Боже мой, какого мне друга надо найти? Сама история произошла в 2013 году. Звезда вспоминает, что на тот момент он был одинок, кроме того, ему только что хорошо заплатили за фильм «Гравитация». Клуни понял, что все, что у него есть, это близкие люди. Вот, кстати, его друзья указаны в его завещании, и процитирую Клуни, «Если я попаду под автобус, они все равно все указаны в завещании. Так зачем же мне ждать, пока я окажусь под автобусом?» – подчеркнул актер. Ну и в итоге он обналичил, представь себе, 14 миллионов долларов, распределил их по чемоданам и пригласил друзей к себе домой. Также продолжил цитата. «Я раскрыл карту и показал им все те места, в которых я оказался благодаря им. И все то, что я увидел благодаря им», – вспомнил Клуни. Но затем он сообщил, что в качестве благодарности дарят каждому другу по миллиону. Мне кажется, что у него очень много сейчас появится друзей, а потом придется 14 миллионов делить на равные части. Главное, чтобы он Калининград не забыл, что здесь тоже есть его друзья. А тем временем в сети нашли реальную копию мультяшного кота в сапогах. В Нерландах живет 8-месячный котик по имени мастер Попо. И он, по словам хозяев, всегда получает желаемое благодаря особому дару влюблять в себя каждого, кто на него посмотрит. Мистер Попо, он мастер манипуляции, он делает такие милые глазки, чтобы пытаться получить то, что хочет, говорит его хозяйка. Ну, та же хозяйка отметила, что была удивлена, когда он впервые начал смотреть на меня такими большими глазами. Ей пришлось снять это все на видео. Ну и к тому же хозяйка заметила, что он делает одну и ту же позу лапами. И ей всегда это нравится. Ну, а вот россияне стали чаще называть собак в честь политиков. Так случается, что имя и ассоциации с известными правителями как нельзя лучше описывают характер и подходят собаке. Говорит глава российской кинологической федерации Владимир Голубев. Обычно хозяева называют своих собак в честь героев, фильмов, артистов и брендов. А иногда выбирают для питомцев клички по ассоциации с политическими деятелями. Ну, так в российском рейтинге политических кличек собак самая популярная оказалась кличка Трамп. 72 собаки. Чаще всего ее носят немецкие овчарки и, как ни странно, чихуахуа и шпицы. Ну, на втором месте рейтинга Обама. Ну, а затем в списке идут Меркель 13 собак, Ельцин 10 собак, Брежнев и Сталин по 2 собаки. Я не удивлен, почему Трампом называют чихуахуа. Ну, я тебе скажу... Слушай, по его причёске. Я тебе скажу, есть же знаменитые коты, мэры, быть может, чья-то собака также станет мэром какого-нибудь города. С какой-то кличкой. Да, кстати. Переносимся в Калининград. Самое главное, чтобы клички не придумали нашими именами, не назвали собак в Калининграде. Переносимся в Калининград. Калининград рабочий демонтирует расшатанную кладку башни Врангеля, где недавно обрушилась часть стены. Сейчас это место оградили сигнальные ленты и обставили строительными лесами. На верхней части башни специалисты разбирают опасные конструкции. Работу планируют закончить уже на этой неделе. Ну, а специалисты региональной службы охраны памятников провели общий осмотр всей башни для предотвращения аналогичных ситуаций. Напомним, часть стены памятника обрушилась на пешеходную зону 18 ноября. Ну, а по предварительным данным, это произошло из-за повреждения удерживающих конструкций. Башни Врангеля, это наши хорошие новости. Прямо сейчас давайте далее посмотрим, собственно, о чем вы хотите нам рассказать. Так, ну и помимо этого, помимо этого прекрасного, хороших новостей от наших калининградцев, мы, наверное, сейчас не сможем посмотреть. В любом случае, мы вернемся к этому вопросу. Ну и давайте подведем итоги нашего опроса. Попрошу наших операторов эфира вывести сейчас итоги на экран. Да, друзья, напомню, что в самом начале нашего эфира мы просили вас высказать свое мнение, ответить на вопрос, выживет ли бизнес. Давали три варианта возможных ответа. Нет, да. Не в России. И вот сейчас мы видим на экранах результаты. И можно сказать с уверенностью, что 47% респондентов... Занимает третий вариант. Да, занимает третий вариант. 33% ответ нет и 20% ответ да. Вот так вот распределились голоса наших телезрителей. Ну мы приценяемся к этому итогу событий. И, собственно, в принципе, об этом мы и думали на протяжении целого эфира со Светланой. Ну а прямо сейчас предлагаем посмотреть, какие новости дают нам синоптики. Прогноз погоды на завтра, прямо сейчас. На календаре середина ноября. И прогноз погоды, как всегда, удивляет калининградцев. Переменная не только облачность, но и температура за окном. Строить планы на Новый год не торопитесь. Даже синоптики не знают, будет ли снег в праздничную ночь. Меня зовут Наталья Откосова. И я расскажу вам сейчас точный прогноз погоды на ближайшие сутки. 21 ноября к нам придет похолодание. Столбик термометра опустится до плюс двух. Зато без осадков. Но ветер поднимется до 12 метров в секунду. Поэтому мы рекомендуем отложить субботнюю прогулку на море. В роли ведущего прогноза погоды была я, Наталья Откосова. Хочу передать привет всем своим ученицам школы вязания. Всего вам доброго и увидимся в городе. Это был прогноз погоды на Первом городском телеканале. Ну а в студии сегодня для вас работали Светлана Александрова и Андрей Волконский. Мы, конечно же, как всегда желаем вам только хороших новостей. Будьте здоровы и будьте счастливы. Оставайтесь с нами. Специальное предложение от Сушевок. Набор «Киноман». Полтора килограмма роллов за 949 рублей. Закажи на сайте сушевок.ру или по телефону 39 13 32. ДТП, авария, удар. Поможет мигом аварийный комиссар. В ГАИ позвонят, прилетят как снаряд. Телефон 50 50 50. Документы оформят, машину починят. До страховых оплат. Аварийный комиссар. Звоните 50 50 50. Скидки до 50% в начале сезона. И это не шутка. Проверяйте сами. Супер цены в магазине женской и мужской обуви. На Мира 88А. Натуральная кожа. Надежная качественная модель. Текстиль, в котором дышит нога. Ортопедическая обувь. Удобные стельки. Для покупателей с первого городского телеканала скидка 5%. Внимание, внимание! В торговой сети «Золотая комета», «Черная пятница» с 26 по 30 ноября. Успейте за покупками со скидкой до 40%. «Золотая комета». Ищи магазин в своем городе. Мы знаем способы предоставить вам жилье. Мы поможем включить вас в реестр. Мы восстановим ваши права. Региональный центр защиты прав военнослужащих. Консультация бесплатна. Звони 991-991. Мозг – такая же мышца. И ее необходимо тренировать. Впервые в Калининграде. Современные методики и новый вид занятий в школе гимнастики мозга. Тренируем память, внимание, скорость мышления, координацию и многое другое. Звоните. Плюс 7 952 113 55 27. Замерзаете дома, а за окном дождь и ураган? Решение есть. Магазин кондиционеров, тепловых насосов и котлов «Кремар Тру». Газовые котлы, тепловые насосы и кондиционеры. Оперативно, профессионально, без пыли. Звоните 52 58 56. Скидки? До 80%? Да. Распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать. 585 золотой. Дарите эмоции. Автономное отопление и газификация вашего дома. Весь комплекс услуг от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Короткие сроки, гарантия качества, сервисное обслуживание. Компания «Теплоконтроль». Телефон 757 000. Почему мы разрешаем ребенку ТикТок? Дело в том, что наш ребенок вообще, в принципе, начал более креативно мыслить. Он научился снимать на мобильные телефоны, он научился мобильному монтажу и даже смонтировал небольшой мини-фильм из нашего путешествия совместного. Это было круто. И он еще с удовольствием начал стихотворение рассказывать в школе, со сверстниками общаться. Раньше было все по-другому. Он стал более раскрепощенным и какое-то стеснение, наверное, преодолел. Но надо сказать, что пару месяцев назад у нас были определенные проблемы с зависанием в ТикТоке. Мы даже забирали гаджеты. В общем, да, это была достаточно проблемная ситуация. Но сейчас все по-другому. Мы обратились именно в то место, где нам смогли прям грамотно объяснить, что такое вообще соцсети. И нас научили пользоваться. Что такое кибербуллинг? Безопасность. Безопасность в сети. И да, теперь мы это знаем, наш ребенок тоже. Ну, началось все с того, что я увидела рекламу на первом городском школе ТикТока. Мы записались на пробное занятие. Сразу видно, что там профессионалы работают. Да, ребенок рад, и мы тоже. Запишись на пробный урок 92-10-32. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОРНЕР БРАЗЕРС ПИЧЕРС представляет. Производство Видимон Ундберг. Фильм Саймона Верховина. Мужчины в большом городе 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что думал? Вот ты 20 лет не объявлялся, теперь упадешь, как снег на голову, прошепчешь милые слова, и мы с тобой начнем все сначала? Думаешь, мы с тобой где? В мыльной опере? Считаешь, моя жизнь стоит на месте? У меня уже 5 лет есть друг, и мы... Мы с Хайнци очень счастливы. Да, Брюс. Жером, мой ангел любви, я трепечу от волнения. Ну, как там твоя первая любовь? Скоро свадебные колокола? Брюс, мне сейчас правда не до шуток. Ну, расскажи, как там с Мелани? Дерьмовый, у нее новый друг. Какой же я был наивный. Господи, я тебе сочувствую. Ты же такой романтичный. Ты меня вдохновил, я написал для тебя новую песню, послушай. О-о-о-о. Ты? Жером? Что-то со связью. Привет, это Жером, оставьте сообщение. Продолжаем наш разговор. Есть новая песня, напою ее тебе наоборот. На автоответчик. Только представь себе, большой размах со скрипками и вообще. О-о-о-о. Ищу любовь, бовь, я большую. Где-то есть, есть она. Ну, где ж ты, любовь, бовь, бовь большая. Я все равно найду тебя. Ищу любовь, бовь, 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 бовь. Че есть изミー menа.